19 декабря, и опять ледоход Немножко про Залманова Это примерно время, когда Залманов, доктор Залманов Работал, это было время конца 19 века, начала 20 века То есть он еще лечил Владимира Ильича Ленина И, будем говорить, сила его метода лечения была основана на том Что было открыто капиллярное кровообращение То есть физиология потихонечку совершенствовалась Находились там, как бы сказать, новые все такие особенности организма И вот было открыто капиллярное кровообращение Ну, открыто и открыто, и ладно А вот Залманов, он как раз смекнул, что ба! Да это ж, как бы сказать, можно использовать в лечении То есть капилляры доносят кровь до самых, но грубо говоря Мельчайших частей организма В которых вообще-то и начинается зарождение заболеваний А именно, там какой-то застой Группа клеток там начинает не получать Или органы не дополучать Кислорода не получать питание И там начинается уже все Болезнетворный процесс Поэтому для того, чтобы Активировать Капиллярное кровообращение И желательно все И желательно во всем организме Вот он использовал различные средства И, кстати, тут практика показывает Парная процедура Увеличить капиллярное кровообращение Да, массаж Увеличивает капиллярное кровообращение Ну, это уже локально Если парная в общем То это Да, увеличивает Обычные ванны прогревающие увеличивают Да, увеличивают Обычная ходьба, которой я занимаюсь Плюс особенно занятия с тяжестями То есть физические упражнения Особенно с какой-то нагрузкой Многократно увеличивают Ток капиллярного кровообращения Плюс к тому же Способствуют образованию новых капилляров Вот в чем сила физических упражнений Ну вот И на основе открытия капиллярного кровообращения Он начал предлагать различные методы лечения Которые, кстати, он изложил в своей книге Тайная мудрость человеческого организма То есть рассказ как раз про капиллярное кровообращение И вот для этого, чтобы больному человеку Когда он уже особо двигаться не может Уже он там еще что-то не может Он нашел Опять-таки Из народной медицины Он нашел удивительное средство Скипидар То есть живичный скипидар Но Он даже Вот если я так позволю Так сказать Немножко покрактиковать Мировую звезду Он Только Описал Одну сторону Воздействия Скипидара Это Как бы сказать Когда там Тело соприкасается с скипидаром Начинается такая вот Кожная реакция Усиливающая многократно Кровоток Усиливается кровоток Естественно капиллярный кровоток Вот И он предложил для этого Ванны Скипидарные ванны То есть Тело пощипывает И начинает Там Та-та-та-та-та-та-та-та Но То есть И на этом все закончилось Больше что-то я это Не слышал Чтобы он дальше говорил То есть Капиллярный кровоток Улучшили И все Значит Лечебный процесс пошел Да Кров Начала Циркулировать Лучше Питательные вещества Все это вымывается И так далее Но Вот теперь я говорю Почему Скипидар И вот как он Можно так сказать Гениально Предложил Именно Скипидар Да потому что Скипидар Сам по себе Живичный скипидар Он обладает Противо Там Бактериальными И грибковыми Средствами То есть Это Сосне Живица Которая защищает От разного рода Бактерий Грибков Которые бы ее Съели в один момент Ее древесину Вот И скипидар Попадая В кровеносное Русло Он Начинает Работу По Помимо того Что Расширил Все эти Капиллярчики Усилил Циркуляцию Увеличил Вот Это Горение Будем Гореть Как бы Сказать Огненные Способности Теплотворные Способности Организма Которые Лежат В основе Иммунитета То есть Для того Чтобы подавить Какую-то Болезнь Особенно Микробную Грибковую Надо Поднять Температуру Тела Не Всегда Удается Это Сделать Самому Организму Особенно Слабленному А тут С помощью Скипидара Это происходит Понимаете И начинается Пережигание В крови Разного Рода Бактерий И грибков То есть Это Это еще Ну как бы Сказать Если Открытие Капилляра Это 50% Лечебного Успеха То Вот это Что я сейчас Вам сказал Это еще 50% То есть Получается Такое Естественно Естественно Универсальное Средство Которое Которое Мощно Пролечивает Организм Вот в чем Сила Метода Залманова Оказалось Он даже Сам не знал Об этой Стороне Скипидарных Ван Которых Он предложил Вот Насчет Этого Он оказался Молодец Сейчас Что-то Этот метод Скипидарных Ван Ну Будем говорить Не то Что Забыли А просто Напросто Ввиду того Что Новые Средства Там открываются Какие-то Там Антибиотики Там еще Что-то Там Такое То есть Якобы Он Оказался Ненужным За Малой Своей Эффективностью На самом деле Ничего подобного Это Такое Мощнейшее Средство Которое Ну Творит Чудеса Вот И с помощью Этого Средства Он Лечил Очень многих Использовал Там С Разной Эмульцией Там С Желтой Эмульцией С Красной Эмульцией Скипидар Но Не в этом Дело Главное Понимать Суть Как Это Работает И Можно Использовать Там Практически Любой Скипидар Тем Более Что Этот Скипидар Продается Сейчас Вот Для Ванн В Аптеках Дозировка Подбирается Маленькая Потому Что На Кожу Идет Мощное Воздействие Которое Выражается В таком Раздражающем Действии Покраснение А на Слизистой Еще Больше Поэтому Чтобы Не получить Как бы Сказать Вот Ожога На Слизистой Надо Использовать Очень Мало Вот Сколько Там Они Рекомендуют Ни в коем Случа Не Превышать Дозировку А Значит Еще В пол Раза Меньше Потому Что У каждого Индивидуальная Наша Наша Чувствительность И Потом Уже Можно Что-то Там Прибавить Вот Что Касается Залманова Слыш 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 Слыш